Мир всем! На дворе заканчивается октябрь, последние теплые деньки, и так здорово! Наверное, это бабе лето, которое мы так долго ждали. У нас уже на Алтае выпадал снег, прям натуральная зима наступала, потом он растаял. Ну и, как говорят по приметам, что если снег первый выпал, то через месяц должен уже лечь окончательный снег, который идет в зиму. Вот, а мы тут успеваем, пока такая теплая погодка, буквально рвем последний момент. Значит, что я делаю? Давно уже должен был это сделать, но руки сразу не доходят, все постепенно. Значит, я делаю силиконю, специальным силиконом для швов, называется теплый шов, в общем. Сначала, когда рубщики собирали этот дом, то есть это, получается, уже даже не рубщики, а другая бригада, которая приехала. Ну, то есть они на стройплощадке разобрали его, как конструктор, подписали, тут где-то подписи есть вон, и приехали сюда, стали собирать. И они ложили вот такой льняновый джут, леновый, из льна, в общем. Такая полосочка, очень удобная. И они, значит, ложили, как бы это показать, в общем, две полосочки, буквально, вот, одна на другую, вот так вот. Я говорю, ребят, говорю, а что, говорю, так мало, то можешь побольше, у меня его много было. Да ладно, говорит, хватит, нормально, мы, говорит, так это, всегда так делали, это достаточно. Я-то вообще опыта не имел. Ну, ладно, раз люди говорят, вот это все. А потом дом же, он, там, где-то уселся, где-то рассохся, бревна немножечко, вот, подраскрылись. Ну, вот, естественно, где-то есть, например, дырочки, до которых, ну, просто, знаете, там, время руки не доходят, не знаю. А что бы, если бы, например, не два бы слоя, а там, еще бы, там, два вот так же, там, или еще посредине бы. То есть, это было бы намного лучше, но после того, как проконопатил, вот, хорошо, что есть вот такой силикон-герметик. Чей-то фирмы, там, не знаю, чей, вот, герметик. Только ощущение, что это наше, где его делают, да, это наше, акриловый, теплый шов называется. Разных цветов, я цвет сосну взял. Значит, у меня вот есть пистолет специальный, вот, как я силиконю набираю, вот так. Но, честно сказать, тут в это, то ли уже пистолет, это бэушный пистолет, значит, мне дали. Вот, я так немножко проталкиваю. Вот. И когда ты засиликонишь вот эти вот швы, то есть, получается, уже ни птички, ни какие-то там, не знаю, ну, в принципе, если законопатчина сильно, то и мухи туда не попадут. Ну, а тут прям вообще уже точно уже никто никак не попадет и ничего не сделает. Мало того, есть, вот сейчас вблизи можно посмотреть, например, соединение бревен, ну, этот шов, да, вот он. Он очень-очень, как сказать, очень плотный, то есть, сюда даже, по идее, нож не войдет. Вот, но это нож не войдет, да, как бы, вот, проконопатить я его не смогу. А воздух-то все равно же там проходит, мороз, например. Вот она, щелочка, вот, вот, что я с ней сделаю, я с ней ничего не сделаю. А за силиконью, можно сказать, вот так вот, силиконе первый год, поэтому, ну, будем смотреть. А тут вообще кто-то говорит, уже не один человек, что эта зима будет лютая. Поэтому я стараюсь подготавливаться получше. А вот, например, видно, нет здесь вот, вот такая вот дырочка, вот, видно. То есть, в Одессе я сначала проконопатчу еще подзабью туда, этой, ну, вон там он, видно, да, вот там он вообще огромная дырень, то есть, тут надо эти лестницы ставить. Вот, все, и мы посмотрим потом, как говорится, поделюсь, как мне зимой тепло, нет. А то постоянно спрашивают, говорят, ну, что у тебя дом теплый или нет, но можно говорить тогда, когда это все по уму сделано до конца, то есть, нет утечки тепла, там, холод туда не проникает. Вот, где-то я еще там не совсем до конца проконопатил, поэтому в полной мере я не могу сказать, ну, по идее, этот дом теплый должен быть. Вот, по идее, то есть. Ну, я думаю, что так и будет. Ну, что ж, хорошо, что есть силикон. Вот, как силиконить, я тоже посмотрел в интернете, там люди силиконят. Ну, в принципе, ничего сложного, там, кто как. Это можно силиконить как на улице, так и дома, поэтому вот пока последние теплые деньки, а можно от плюс пяти силиконить, я вот стараюсь какие-то основные моменты пройтись. Ну, что ж, а зима покажет. Дай бог, посмотрим, как у нас там, что будет. О! Возможно, противопоказания, не забудьте проконсультироваться с врачом. Взрыв какой-то. Пучит его. Ну, как-то, вообще-то, поровнее. Потом этот пистолет просто теплой водой, его обмываешь. Ну, хорошо, потому что вот он, силикон, уже застывает, как бы немножечко. Естественно, если его в таком состоянии оставить, вот тут весь застынет. Так, перехожу. Вообще получается, продаются в колбасках силикон, но я посчитал, что купить ведро, как бы дорого, ну, сразу, да, там денег много отдаешь. Но это все равно дешевле получается. Я вот потом покажу, когда буду вытаскивать, когда в силиконе, почему-то, в общем, по всей видимости, этот пистолет не предназначен для, здесь вот написано, он предназначен для работы с герметиком в картриджах или промышленной упаковке, вот. А я его просто сюда, ну, живем, запихиваю. И получается, какая-то часть, когда вот поршнем этим работаю, она выходит за вот этот поршень сюда. Ну, как некая такая двойная работа, что ли, получается. То есть я какой-то объем сюда наложил, а там полобъема сюда вышло, я опять открываю обратно его сюда. Наверное, это не совсем тот пистолет. Ну, в общем, какой был у меня. Он, я говорю, что он п.у.шный, его просто отдали. В общем, сначала, понятно, провожу колбаску такую, вот, а потом, а потом суп с котом. Вот, видишь, получилось, что в это, видать, крутил или что она в это. Открутилась, я уже так делал. Но это она не всегда так получается. Вот она она, штучка эта. Потому что у меня тут куча инструментов всяких. Вот она эта, она открутилась просто. Вот. Приходится иногда ее закручивать. Это я ее то ли крутил где-то, то ли что-то, не знаю. Ну, вот так вот, все. А руки вот в теплый лагерь. Ну, там какая она теплая, не теплая. Вот она, он хорошо смывается. Так, вот смотри, берешь сейчас. А, вот эту вот закрываем сразу. А, где можно, может, не закрывать. Попробую. Так, я все пытаюсь какой-то лучший вариант изобрести. Так лучше сюда его. Ну, мне сказали, что вот все это дело спателем можно. Я приобрел спатель. Срок высыхания, я говорю, 24 часа у него. Ну, пленочка появляется уже где-то через час, наверное. Ну, вот сейчас еще сюда наложу. Да, жалко, что погода. Скоро станет холодной. О, аж полезло вот отсюда. Вот, вот, чуть-чуть проталкиваю ее. А, кстати, там воздушная пробка создается. О, все, видишь, как она. Там я специально палка-выручалка. Так, ну, ладно, все, я тут еще немножко сейчас. Ну, чик. Все. Вообще получается, короче, красиво очень. Ну, ладно, красиво, мне тепло, но я думаю, что и тепло будет. Значит, когда я нанес, потом это, я так потихонечку, ну, как бы, размазываю аккуратненько. Нашел такую ложечку. Ну, полукруглая что-то надо. Вот, хотя, вот здесь вот, не везде она даже достает. Ну, где не доставит, там я уже рукой уже подмазываю, конечно. Вот, что-то... Вообще, есть эти, по-моему, даже инструменты вот по этой теме. Ну, вот, прежде чем силиконить в некоторых местах, я говорю, что я в это добавляю пакли. Щелочки узкие, но все же возможно, да, хоть чуть-чуть сюда пакли положить. Такая работа внутренняя. Это вот, вообще, прям, конопатить вот это вот. А ничего не поделаешь. Зимой-то холодно будет, поэтому приходится. Солнце уже на закат идет. Кстати, день очень сильно уменьшился. Поэтому я тороплюсь. Оператор тоже уже замерз. Ну, несмотря на то, что вот сейчас солнце скроется и будет очень холодно. Как в пустыне. Поэтому, я надеюсь, что сегодня уже в доме нашем будет намного теплее, потому что я тут засиликонил свой. Ну, на самом деле, мороз покажет. Ну, все, что ж. Как говорится, молодцы те, кто придумали вот такой силикон. Я просто не сразу о нем узнал. Дай бог. В общем, их здоровье. Надеюсь, что они все качественно сделали этот материал. Чтобы мы потом тоже не страдали. Ну, все. С вами была рубрика «Построй дом своими руками». Ее бессмертный ведущий. Оставайтесь Богом. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Д爺